Сегодня пятница, а значит мы опять в музей, пришли на экскурсию и пришли на концерт, так что ждите, я вам тоже покажу. Мария Власова вместе со своим классом подготовила для нас настоящий, прекрасный подарок. Мини-циклы с трех вечеров и с трех концертов, которые посвящены симфонической музыке в переложении для аккордеологов. И сегодня у нас первый такой вечер. Два вечера проведут в декабре, сегодня, следующий пятницу, а еще один после Нового года. Прозвучит музыка Сергея Краковьева, вторая часть из его пятой симфонии. Это произведение композитор писал летом 44-го года, когда он вернулся из эвакуации и провел это лето в Доме творчества композиторов на окраине города Иваново. Закончил клавер к сентябрю, анкестровку к ноябрю 44-го года, а премьера состоялась 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории. За пультом стоял автор. Надо сказать, что это был последний раз, когда он дирижировал на концертах, дирижировал своими сочинениями. И в отличие от симфонии Ветховена, которая не имела успеху современников, пятая Прокофьева сразу получила огромное признание. В частности, Святослав Рихтер, который был на премьере, вернулся домой и записал в дневнике, какое огромное впечатление на него произвела эта музыка. И сейчас это одно из самых популярных и часто исполняемых сочинений композитора. Сам Прокофьев писал, что пятая симфония является для меня завершением большого периода творческой жизни. Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа. Мы будем слушать с вами, как я уже сказала, вторую часть Олегра Марката, исполняя трио в составе Илона Савина, Никита Украинский и Александра Некрасова. Илона Савина, Никита Украина. Илона Савина, Никита Украина. Илона Савина, Никита Украина. Илона Савина, Никита Украина. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...